МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неправительственная организация инициативы гражданской силы для Китая, базирующаяся в Вашингтоне, опубликовала доклад о положении ульгуров, содержащихся в лагерях, и организовала собрание на тему «Принудительная работа заключенных в Восточном Туркестане». Оценив репрессивную политику китайских властей, помощник главы организации Лян Чао Хан сделал следующее заявление. Для подавления политических оппонентов в Восточном Туркестане китайское правительство построило сотни лагерей. Выращиваемый в регионе хлопок, играющий важнейшую роль как для местной, так и международной текстильной промышленности, составляет 84% от всего хлопка, собираемого в Китае. Такие высокие показатели напрямую связаны с принудительной эксплуатацией миллионов заключенных, находящихся в лагерях перевоспитания. Президент США Дональд Трамп, считающий, что Китай заработал огромное состояние на американских компаниях, базирующихся в Поднебесной, заявил, что призвал крупные компании вернуться в США, производить свою продукцию на родине и как можно быстрее начать поиски альтернативы Китаю. После заявлений китайских властей о росте госпошлины для американской продукции стоимостью 75 миллиардов долларов от 5 до 10%, Трамп осыпал Пекин угрозами через свою страницу в Твиттере и заявил, что США не нуждается в китайском рынке. Демонстранты, выступающие против принятия закона об экстрадиции в Китай, провели акцию протеста, организовав человеческую цепь. Тысячи демонстрантов собрались в различных районах города и провели акцию «Цепь Гонконга держась за руки». Митингующие прошли около станции метро, окраин автодорог, оживленные улицы и туристические центры с лозунгами «Гонконг, борись за свободу» и «отменить законопроект». Европейские представители подписали план по отражению последствий экономической войны США с Китаем, состоящий из 173 страниц. Меры Евросоюза коснутся таких гигантов, как Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. Согласно европейскому плану, для европейских компаний, способных конкурировать с американскими и китайскими фирмами, будет выделено 100 миллиардов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok